привет с вами по-прежнему арталаски и добро пожаловать в третью часть если вы еще не смотрели первые две части то обязательно посмотрите иначе много чего здесь можно не понять а прежде чем мы начнем заглядывайте на канал holy monkey правда сейчас он называется клуб анонимных гейм-девелоперов но суть это не меняет так как видюшки здесь довольно интересные качественные особенно будет интересно тем кто интересуется именно технической частью создания игр то есть программирование подписывайтесь будет довольно интересно так ну что ж скетч практически обработан и почти все линии здесь теперь чистые так сказать правильные ровные но по сравнению с предыдущим своим вариантом он выглядит не так интересно и не так клёво как этого бы хотелось однако мы это еще исправим наложив сюда тени добавив разные цвета и конечно же разных деталей больше всего радует что кабина водителя меня уже больше не бесит а значит все не так плохо и пожалуй еще стоит подвинуть вот этот вот кусочек даже где-то вот так я пока что оставлю этот скетч в покое но продублирую и уже на новом продублированном слое удалю все лишнее и оставлю только свой вот этот вот вариант человечка пока можем подвинуть и сделаю он ближе к реальности еще я думаю что стоит подвинуть это колесо чуть-чуть поближе также походу лучше будет сделать а вот эту накладку под колесом примерно таким образом и также немножко сдвинуть влево вот эти вот балки как-то было сделано на предыдущем скетче который я кстати пожалуй скопирую и продублирую на свой слой чтобы иметь его перед глазами так как он мне сейчас сильно поможет например тем что теперь я более наглядно вижу что а сам грузовик сейчас немного длиннее чем был изначально и поэтому выглядит немножко не так как я бы хотел и собственно это и мне сейчас и предстоит исправить во первых я сдвину бензобак немного правее здесь у нас вроде как будет ступеньки по которым водитель спускается из кабины собственно на землю возможно даже будет не лишним а уменьшить этот бензобак в размерах но сейчас стоит подвинуть колеса возможно даже сделать их на том же уровне которые расположены на скетче выше вот так и то же самое проделать со вторым колесом а теперь уже можно сдвигать весь кузов чтобы он соответствовал скетчу выше и кажется я как раз таки угадал и так же здесь немного закрашу черным цветом в будущем сделаю здесь что-то вроде фары у него здесь как раз есть какая-то штуковина хотя фары мы тут и не пахнет в любом случае так он выглядит немного интереснее а пока что еще нужно что-нибудь придумать с вот этой задней частью кузова так как сейчас она мягко говоря выглядит пустовато теперь я убираю голубоватый цвет с фона хотя по хорошему даже в самой игре его было бы неплохо оставить где-то в таком варианте наверно чтобы все остальное не сливалось ну а мы тем временем сейчас будем подбирать цвета и накладывать тени для начала возьму тот же цвет что и у нашего пехотинца и значит как у нас здесь вообще происходит распределение цветов значит сам грузовик давайте даже вот так сделаем а сам грузовик у нас имеет практически монотонный цвет то есть он весь выкрашен в один оттенок но кузов сам вот этот натянутый тент или брезента даже он имеет уже другой оттенок что же сейчас мы именно так и сделаем для начала закрасим все в один такой вот базовый цвет и тут я вдруг вспомнил про колеса которые забыл сделать а собственно в один цвет мы здесь уже все залили сразу стали видны косяки а водка например у нас совсем неоднородная например вот эти вот пиксели полупрозрачные это в принципе все еще будем сейчас исправлять но надо сначала решить проблему с колесами возьмем наш первый вариант по размеру он в принципе остался таким же это очень радует и для начала значит оставим здесь просто контур теперь этот контур мы тоже несколько раз продублируем и сделаем наложение друг на друга примерно вот так теперь по сути эта часть нам уже не интересно и если мы посмотрим на колесо то видим что у него достаточно большая толщина поэтому здесь на этом колесе нам тоже не помешало бы это передать даже честно говоря не знаю с чего начать поэтому возьму белый цвет и пока просто буду делать что-то вроде под контура вот это вот в финальной так сказать линии вот это вот в финальной так сказать линии а теперь уже возьму снова черный цвет и сделаю контур для вот этой вот линии белый можно уже удалять вот таким образом мы достаточно быстро и без всякого гемора получили пиксельное колесо однако это еще не все здесь у нас посередине есть также такой большой не знаю даже как его назвать а мы по сути это ось на которой крепится колесо и ее мы сейчас тоже здесь отобразим делать с одной стороны так вот оставляет некрасиво даже если сделаем это вот так и целый квадрат тоже не очень красиво поэтому сделаем другим образом мы вот эту вот часть отделим и просто подрисуем по еще одному пикселю и посмотрим вот так по сути можно оставить здесь просто вот такой вот крестик теперь хотя я бы еще попробовал сделать таким образом так немного больше похоже на так сказать поворот и по сути если мы оставим вот таким крестиком то получится что колесо как бы вот так вот а вот допустим шина вид в профиль и ощущение что а вот эта вот часть она вот такая вот выпячивающая хотя по идее она наоборот должна заходить вот сюда вовнутрь то есть вот эта вот часть она наоборот как бы утоплена поэтому было бы разумно а сделать этот крестик так сказать более утопленным и не забывать про то что все вот это дело имеет не слабую толщину а возможно даже и немного больше теперь стоит только отодвинуть вот эту часть и в принципе можно уже красить колесо разве что еще попробовать вот такой вариант вот такой вариант ну что ж а теперь раскрашиваем все это дело а обводка пусть пока остается черным цветом а покрасим вот такой вот темно-серой и с более синим оттенком а вот теперь уже дублируем колесо и пробуем его сюда вставлять и теперь практически то же самое нужно проделать задними колесами для этого просто выделим маленькую часть заднего колеса и вот такую притащу правда сразу же сделаю его заметно-заметно темнее и то же самое с передним хотя с передним тут пожалуй нужно немножко по-другому перетащила сюда чтобы не закрыть вот этот контур вырежу с помощью control x и вставлю с помощью control v впрочем как всегда и теперь ластиком сотру все лишнее и в принципе также его а делаю заметно темнее хотя можно взять те же самые цвета что я делал в прошлом колесе ну по-моему они тут практически такие же и остались также пожалуй возьму просто черный цвет и вот таким вот темно-серым после черного сделаю здесь что-то вроде механической части машины в принципе все можно сливать слои в один на всякий случай еще раз продублирую и в принципе давайте чтобы каждый вот этот вот косячный штрих обводки не вырисовывать сделаем таким образом я просто продублирую слои несколько раз в данном случае больше пяти и все практически слои где была такая вот обводка она стала такой вот черной а то что у нас здесь давайте даже просто заливкой вот так вот черным все закрасим все эти куски давайте наконец уже доведем до ума этот грузовик и первое что я хочу сделать это наложить на него тени хотя для начала я не отказался бы сделать вот этот кузов немного другим цветом как это сделано на вот этой картинке впрочем и здесь он тоже слегка отличается а возьму какой-нибудь здесь цвет посветляя попробую просто ради интереса так походу я и так этим цветом уже все залил но окей значит просто выбираю снова этот цвет пипеткой нажимаю f6 и делаю оттенок более желтым и чуть-чуть более светлым и насыщенным получается что-то вроде такого думаю сочетание то что нужно пока что сохраню эти два цвета здесь отдельно давайте посмотрим что еще здесь не помешало бы закрасить а значит я так понял этот трос у него наверняка есть какое-либо назначение практическое хоть это и не очень похоже на тягач но все же значит фары мы здесь зальем либо белым цветом либо тоже каким-нибудь вот таким вот рыжеватым здесь мы в принципе ничего интересного к сожалению не найдем кроме вот этих вот двух точек которые кстати можно будет вот сюда тоже продублировать так ну и теперь наконец перейдем к теням я создам для этого новый слой по словам не выходит сейчас так что а вот слой собственно за грузовиком и поверх него уже новый чистый слой в которой я сейчас поставлю режим наложения либо перекрытия либо умножения и пожалуй что все таки придется поставить перекрытие но вроде и цвета на умножение тоже получились достаточно неплохими поэтому пока что все таки оставлю их чтобы сделать это все так сказать быстрее я просто выберу вот этот цвет и на предыдущем слое добавлю сюда в палитру сделала теперь что-то еще потемнее чтобы подобрать цвет уже конкретно для вот этой части в умножении здесь слишком темный цвет получается дайте попробовать через перекрытие вот в принципе через перекрытие получился довольно таки неплохо все пока что этот слой убираем и дублируем наш слой а просто чтобы был backup кстати сразу давайте зальем желтоватым цветом фары хотя и в оригинале они здесь а белые ну скорее всего потому что автомобиль так сказать и выключен просто белым цветом будет не так интересно на мой взгляд поэтому я все равно пока оставлю его желтоватым спрячу пока слои с помощью клавиши h7 и более темными цветами сейчас буду заливать а вот эту часть и здесь небольшая ошибочка в том плане что цвет тени здесь слишком уж насыщенный что не очень хорошо не слишком естественно поэтому через control у я сбавлю ему насыщенность примерно настолько можно еще добавить сюда немного синего оттенка и в итоге получим вот такой сероватый цвет для тени самое то возможно тут немножечко так перебрал хотя нам по моему смотрится даже лучше а и 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 теперь пожалуй стоит взять более светлый цвет и также через новый слой которая в режиме наложения у нас будет пожалуй да давайте даже линейный осветлитель поставим возьмем оригинальный зеленый цвет наш и сделаем что то вроде такого а слишком ярко хотя на самом деле цвет очень неплохо сочетается и подходит поэтому я его сюда тоже добавлю Вот, но еще попробую сделать его не таким насыщенным И кажется Вот такой вот цвет вполне подойдет То же самое проделаем с вот этим цветом Думаю здесь стоит немного поиграть с цветовым тоном Чтобы получить более интересный вариант Пожалуй пока остановлюсь на вот таком Так и в принципе этот слой нам уже больше не нужно Я его пока очищаю и сделаю следующим образом Возьму новый слой Цвет неба И вот так вот закрашу Так сказать Окна в кабине водителя Цвет в принципе еще можно будет попозже чуть поменять И сейчас вы видите зачем это вообще нужно Только для начала я сделаю еще здесь такой вот переход Что-то вроде бликов И теперь непрозрачность этого слоя можно уменьшить Суть в том что если здесь будет какой-нибудь водитель сидеть Например тот же самый персонаж То его хоть частично но будет видно А это достаточно интересный ход Давайте его сделаем еще чуть прозрачнее Вот так Сам этот момент мы еще позже доработаем А пока что просто назовем этот слой Стекло Можем его для удобства пока отключить А в самом движке можно сделать так что это стекло Можно пробить выстрелом допустим Чтобы он так разлеталось на кусочки И все в таком духе А пока что просто подготовим для этого почву Посмотрим что у нас изменилось А с тенями грузовичок стал выглядеть чуть более интересным Но на этом остановлюсь еще пока рано Поэтому мы продолжаем И следующим шагом будет как раз покраска И избавление от обводки некоторых вот этих частей Значит для начала возьму здесь цвет По сути придется брать цвет потемнее Так как поверхность наклонная Но этот цвет слишком темный Давайте его сделаем немножко по другому Как то вот так Хотя вообще хотелось бы сделать немножко по другому Сделать эту часть наоборот светлее Так но это слишком Примерно вот так И в принципе смотрится нормально Поэтому так и оставим А здесь сделаем как раз чуть-чуть потемнее Зато вот эту часть под колесом Нам как раз таки нужно закрасить в темный цвет Но это еще не все что нам предстоит здесь сделать Давайте сразу возьмем цвет посветлее Прям заметно посветлее И будем избавляться от обводки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Колеса нужно сделать как бы так сказать отдельным спрайтом Так как в игре они тоже будут накладываться отдельно Сейчас я их пока просто скопирую И вставлю на новый слой Теперь отключу слой со всем остальным Чтобы здесь проделать вот такую вот штуку То есть по сути я просто оставляю колеса без фона А в принципе этого можно было не делать Так как у нас уже есть такие вот Но я что-то слишком поздно про это вспомнил Поэтому сейчас буду техать так Теперь отключу этот слой И на слое с самим грузовиком я эти колеса удалю вообще полностью То есть здесь он будет без колес И на слое с самим грузом Так как там уже реально очень темно То особо заморачиваться с какими-либо деталями смысла нет Поэтому оставим все вот так вот в черном варианте Включаем обратно слой с колесами И теперь все как надо Называем слой соответствующий И у нас уже есть два отдельных слоя Это колеса и стекло А мы тем временем возвращаемся к другой части крыла И также его обозначаем точнее здесь толщину Здесь можно даже взять свет чуть потемнее Так, хорошо Теперь хотелось бы сделать немного темнее вот этот свет И чуть-чуть уменьшить вот этот Чтобы сделать такой более-менее плавный переход Кстати, вот здесь можно тоже слегка затемнить Хоть и не хочется добавлять здесь множество пикселей Но Пожалуй, все-таки придется А может и нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА